Прикоснуться к неприкосновенным. Третий день продолжается эпопея в регламентном комитете Верховной Рады, где пытаются решить, стоит ли лишать депутатов из списка Луценко иммунитета. Сегодня очередь радикала Андрея Лозового. К чему пришли? Узнаем от Ирины Романовой. Генпрокурор уже ходит в регламентный комитет как на работу. Третий день Юрий Луценко на Банковой. 6,8 с 10 утра. Сегодня принес на суд нардепов ходатайство о снятии неприкосновенности с радикала Андрея Лозового. Фискальная служба, рассказывает генпрокурор, изучила электронную декларацию нардепа Радикала за 2015 год. В ней он указал официальный доход 230 тысяч гривен и стоимость имущества на сумму почти в 9 миллионов гривен. Мы не знаем, сколько стоят картины, мощи, хресты и другие ценные предметы, но раз они внесены в декларацию, они стоят не меньше, чем 121 тысячи гривен. Это ярко отличается от официальных джерел, из которых были сплачены податки в 234 тысячи. Отлично, 8 миллионов 856 тысяч 702 гривен подбирают дополнительному подборанию. Оценивать бассейнные мощи в какую-то сумму вашими псевдоэкспертами – это святотатство. Впрочем, никто о раскаянии не думал. В соответствии с законом фискалы предложили нардепу вернуть государству почти 2 миллиона гривен налогов. Но тот предложение проигнорировал. Поэтому 20 июня открыли уголовное производство, объяснил Луценко. К тому же следствие не обнаружило реальных источников миллионов радикала. Ведомость из государственного реестра речевых прав на неруховое майно, из реестра прав властности на неруховое майно, ну и из других реестров, отсутствуют будь-якие майна. Вказание на невероятные доходы от продажи и спадки на неруховости на территории Ринницкой области не числится в будь-яких реестрах. Спадщина у меня в первую очередь от моего деда, родного, достаточно известного радянского композитора Валерия Ивановича Лозового. Я, на жаль, моя родина недоотримала всю спадщину. Я не почувствовал никакой ответственности по декларации. Не перетворюйте просто на цирк заседания регламентного комитета. Лозовой же, похоже, решил превратить его в полноценное судебное заседание и даже привел своих адвокатов, из-за чего обсуждение затянулось на 5 часов. Наконец, члены комитета вынесли свой вердикт. Поданя я вмотивованным, то есть он имел достатные мотивы для того, чтобы обратиться к Верховной Раде Украины. Однако у нас есть певные сомнения, что до его достатности и обрунтованности. А вот журналистов ГПУ больше интересовало, мог ли Лозовой официально заработать почти 9 миллионов гривен. Ведь, согласно его биографии, он никогда не занимался бизнесом. Я не могу объяснить вам, звідки у человека, который получает 230 тысяч гривен доходов за все свое трудовое життя, может появиться в годовом форме дома сотни тысяч долларов, евро, гривень. Это семейные заощадения. Я все семейные заощадения задекларировал разом. Ну, хорошо, но вы же отребывали спадок. Сколько было? Это было более 10 лет назад. Это не грандиозная сумма. Если вы получили, вы можете озвучить? Смотрите, я все маю озвучивать не вам, извините, при всей повазе, а НАБУ. В целом же, говорит генпрокурор, решением комитета он остался доволен. Ведь последнее слово все равно за парламентом. А регламентный комитет заседать будет еще два дня. Завтра рассмотрят ходатайство на фронтовика Максима Полякова. Ирина Романова, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.